Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сейчас я вам расскажу о мнении ученых на предмет утомляемости нашего серого вещества. С чем я не совсем согласен, то немного дополню от себя. Итак, как же не потерять голову в современном мире? Берегите содержание черепной коробки, оно вам еще обязательно пригодится. Для вас 10 вещей, отрицательно влияющих на мозг. Пропуск утреннего приема пищи негативно влияет на работоспособность и тонус человека в течение дня. Это кажется вполне очевидным, но дело здесь не только в потреблении необходимой организму энергии, сколько в том, что отсутствие завтрака понижает уровень сахара в крови, а это в свою очередь затрудняет поступление в мозг питательных веществ. Предыдущий пункт объясняет, почему для продуктивной работы мозга рекомендуют есть сладкое, в особенности горький шоколад. Однако чрезмерное количество сахара вызывает проблемы с усвоением белка и питательных веществ. Результат тот же, что и при низком уровне сахара в крови. Питательные вещества в мозг попросту не поступают. Сильное психоэмоциональное напряжение ведет к разрыву связей между нейронами и затрудняет понимание причинно-следственных связей и последовательности событий. С этим связана сильная нервная возбужденность и ощущение, что все валится из рук. Накопленный стресс ухудшает память и снижает интеллектуальный потенциал. Так что старайтесь держать себя в руках. Проблема повального увлечения сильнодействующими снотворными препаратами более всего актуальна в США, где подобные лекарства выписываются очень легко. Употребление снотворных и популярных антидепрессантов вроде Ксанокса может ухудшить память вплоть до амнезии, вызвать слабоумие и навязчивые суицидальные мысли. Ребята, по себе знаю, что получасовая прогулка перед сном заменяет любые снотворные. Если говорить об отрицательном влиянии курения на организм, первым в голову приходит изображение черных легких и испорченных зубов. При этом довольно мало говорится о том, как сигареты воздействуют на головной мозг. Никотин сужает его сосуды. Впрочем, коньяк обратно расширяет. Но если вы курите больше 10 лет, то вам после того, как вы бросите эту привычку, понадобится лет 20, чтобы полностью очистить организм. А уж какой стресс он испытает при отказе от курения. Просто жуть. Я за то, чтобы не начинать курить. И если вы только начали, то бросайте. Бросайте немедленно. У вас еще есть шанс. Ну а мне остается предпочесть полному отказу от курения. При своем стаже курильщика лет 40, наверное. Снижение дозы. Лучше 1-2 хороших сигары или пара щепоток хорошего табака в трубку, чем пачка той гадости, что продается в магазинах. А если еще с 50 граммами бурбона или коньячка, то все окей. Отсутствие достаточного количества солнечного света напрямую влияет на познавательные способности человека. Во-первых, ультрафиолет, получаемый солнечным светом, регулирует кровообращение, то есть приток кислорода и питательных веществ. Во-вторых, солнечный свет способствует выработке серотонина, так называемого гормона счастья, влияющего на настроение человека. Но помните, что открытые солнечные лучи могут привести к ожогам, тепловому удару и онкологическим образованиям. Так что мера во всем прежде всего. Это я уже от себя добавил. Недостаток воды вызывает уменьшение объема мозга, что значительно снижает его работоспособность и приводит к почти нулевой способности запоминать информацию. Рекомендуется употреблять в среднем 2 литра воды в сутки. Год за годом количество информации, усваиваемой человеком, увеличивается лавинообразно. Казалось бы, это тренировка мозга и поддержание его тонуса. На самом деле, этот избыток, утверждают ученые, на который мозг отвечает однозначно, сопротивлением. Выражается оно тем, что в какой-то момент информация перестает усваиваться вплоть до провалов памяти. От себя добавлю, что вообще без новой информации человек еще быстрее превратится в растение. Другая аномалия информационного мира – это человек одновременно воспринимает несколько потоков информации. Как следствие, ни один из них не усваивается должным образом, а сознание привыкает к подобному режиму работы. Информация воспринимается поверхностно, а сосредоточиться и заниматься чем-то одним, без частой смены деятельности, становится все труднее. Вот опять немножко от себя. Смена рода деятельности – самый лучший отдых. Так мне кажется. Недосыпание – знакомое к каждому явлению, и оно становится глобальной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сто лет человек стал спать в среднем на 20% меньше. Сильное недосыпание чревато тем, что в фактическом состоянии бодрствования различные участки мозга переходят в фазу медленного сна. В это время человек зависает в одной точке, становится рассредоточенным, ухудшается мелкая моторика. Регулярное недосыпание влечет за собой отмирание клеток мозга. Но это одна сторона, на мой взгляд. Ни одному человеку еще не удалось заставить свой мозг работать на 100% его мощности. Задействовано только 3-5% активных нейронов. И никто не знает, как активировать остальные 95%. Так что, как жить, думайте сами. На этом я говорю вам до свидания. Мир вашему дому. До встречи.